Музыка Ежегодно мы здесь в посольстве проводим вечер памяти, посвященный великому деятелю и советского периода, и независимого периода, как архитектору сегодняшнего Азербайджана, создателю той новой политики, которая определяет сегодня внешний мир Азербайджана, великому Гейдару Алиевичу Алиеву. И надо сказать, что, наверное, это очень правильно, потому что с Москвой связана большая часть его жизни. Человек был членом Политбюро, первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Я думаю, что этим многое сказано. И, как вы знаете, его, как тогда принято было говорить, бросали на самые ответственные участки, когда происходили какие-то ЧП или когда нужно было достраивать БАМ и многое-многое другое. В его курации было более 18 министерств и ведомств Советского Союза. Эти цифры, наверное, сами по себе о чем-то говорят. И вот когда после распада Советского Союза создался суверенный Азербайджан, и особенно первые годы дела у нас шли, прямо надо сказать, не очень хорошо, буквально народ, интеллигенция, представители людей ездили в Нахчевань и просили Гейдара Альича вернуться к руководству республикой, понимая, что другого выхода из ситуации нет. И действительно, после его возвращения в июне 93-го года очень с большим трудом постепенно, но жизнь стала налаживаться. Потому что именно огромный опыт, огромный авторитет, умение работать с людьми, умение разрулить самую тяжелую ситуацию, дальновидность, умение предвидеть события отличали стиль Гейдара Алиева. Мне самому как человеку, наверное, очень повезло, потому что в свое творческое время, когда я, ну, подымался, так будем говорить, по творческим ступеням, первым секретарем ЦК, руководителем республики был Гейдар Алиев, а, ну, все люди моего поколения понимают, что без ведома первого секретаря в стране ничего не происходило в республике. И когда уже он вернулся к руководству республикой, я был министром, и он оставил меня на этой должности, и долгих 10 лет я работал в правительстве Гейдара Алиева министром культуры. И хочу сказать, что это диплом, который не выдают ни в одном университете мира. Это диплом работы с Гейдар Алиевым. Поэтому и как человек, и как посол, сегодня работающий в Москве, я считаю своим человеческим сыновьим долгом всегда, ежегодно, у нас две даты, это день рождения 10 мая, и вот в декабре день памяти отмечать этого великого человека. Причем, вы знаете, даже как-то очень трудно говорить о нем в прошедшем времени, потому что и сегодня, чем дальше уходит время, чем больше проходит лет, тем более становится очень явным и ясным та огромная роль, который сыграл в становлении суверенного самостоятельного Азербайджана Гейдар Алиевич Алиев. И сегодня событие, которое происходит и в некоторых странах СНГ, и, как принято говорить, в дальнем зарубежье, и сегодня на Ближнем Востоке, говорит о том, что выдвинуть из среды народа такого руководителя, который может наладить жизнь, поставить все на правильный путь, это удается единицам. И вот сегодня в мире есть нехватка лидеров, сегодня в мире явно ощущается недостаток вот таких решительных, в то же время мудрых, умных людей, которые могут не доводить дело вот до такого состояния, которое мы сегодня видим каждый день, включая последние известия. Поэтому, вы знаете, не хочется говорить о нем в прошедшем времени, потому что, говорят, человек жив, пока о нем помнят, а память о Гейдар Алиеве будет жить столько, сколько есть на свете нация под именем азербайджанца. Субтитры создавал DimaTorzok